Сорок первая глава книги пророка Изекииля И намерил длины в храме сорок локтей, а ширины двадцать локтей. И пошел внутрь, и намерил в столбах у дверей два локтя, и в дверях шесть локтей, а ширина двери семь локтей. И отмерил в нем двадцать локтей в длину и двадцать локтей в ширину храма, и сказал мне, — это святое святых. И намерил в стене храма шесть локтей, а ширины в боковых комнатах кругом храма по четыре локтя. Боковых комнат было тридцать три. Комната подли комнаты. Они вдаются в стену, которая у храма для комнат кругом, так что они в связи с нею, но стены самого храма не касаются. И он более и более расширялся кругом вверх боковыми комнатами, потому что окружность храма восходила выше и выше вокруг храма, и потому храм имел большую ширину вверху, и из нижнего этажа восходили верхний через средний. И я видел вверх дома во всю окружность. Боковые комнаты в основании имели там меры цельную трость — шесть полных локтей, ширина стены и боковых комнат, выходящих наружу — пять локтей, и открытое пространство есть подли боковых комнат храма. И между комнатами расстояние двадцать локтей кругом всего храма. Двери боковых комнат ведут на открытое пространство. Одни двери на северную сторону, а другие двери на южную сторону. И ширина этого открытого пространства — пять локтей кругом. Здание перед площадью на западной стороне шириною в семьдесят локтей. Стена же этого здания в пять локтей ширины кругом, а длина ее девяносто локтей. И намерил он в храме сто локтей длины, и в площади, и в пристройке, и в стенах его также сто локтей длины. И ширина храма по лицевой стороне, и площади к востоку сто же локтей. И в длине здания перед площадью на задней стороне ее, с боковыми комнатами его, по ту и другую сторону, он намерил сто локтей, со внутренностью храма и притворами двора. Дверные брусья и решетчатые окна, и боковые комнаты кругом во всех трех ярусах, против порогов обшиты деревом, и от пола по окна. Окна были закрыты. Отверха дверей, как внутри храма, так и снаружи, по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения. Сделаны были херувимы и пальмы. Пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима два лица. С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны к пальме лицо львиное. Так сделано во всем храме кругом. От пола до верха дверей сделаны были херувимы и пальмы, так же и по стене храма. В храме были четыреугольные дверные косяки. И святилище имело такой же вид, как я видел. Жертвенник был деревянный, в три локтя вышины и в два локтя длины, и углы его, и подножий его, и стенки его из дерева. И сказал он мне, — это трапеза, которая пред Господом. В храме и в осветилище по две двери. И двери сии о двух досках, обе доски подвижные, две у одной двери и две доски у другой. И сделаны на них, на дверях храма, херувимы и пальмы, такие же, какие сделаны по стенам. А перед притвором снаружи был деревянный помост. И решетчатые окна с пальмами по ту и другую сторону были по бокам притвора и в боковых комнатах храма и на деревянной обшивке.